В срок до 1 декабря россияне, физические лица, должны заплатить налоги за 2021 год. Имущественный, транспортный и земельный. Суммы начисляются местной и ФНС, при этом учитываются данные о кадастровой стоимости земли и строений, мощности двигателя автомобиля, периоде владения, коэффициентах, ставках, вычетах и льготах. Имущественные налоги поступают в местный бюджет в полном объеме, транспортный в размере 20%. Оставшиеся 80% уходят в региональную казну, однако средства затем частично возвращаются в город в виде субсидий на строительство и ремонт дорог. В Департаменте финансов Сургута в этом году планируют доход местного бюджета от поступлений имущественных налогов в размере 427 миллионов рублей. Хочу отметить, что глава города Сургута в виде приоритетных задач ставит повышение комфортности проживания наших гаража за счет благоустройства дворов и общественных территорий, повышения безопасности на дорог, ремонт дорог. Но все это возможно только при поступлении в бюджет соответствующих источников доходов. Например, в 2022 году на ремонт дворов планируется потратить 195 миллионов рублей. За эти средства благоустроены 26 дворов. При этом 174 миллиона рублей – это чисто средства местного бюджета. Впервые за несколько лет в аэропорту Сургута сегодня встретили 10-тысячный рейс с начала этого года. Юбилейным оказался прибывший борт АТР-72 авиакомпании «ЮТЕЙР». Он приземлился в районе 9 часов утра 16 ноября. Из Тюмени в наш город прилетели около 60 человек. После того, как все пассажиры покинули салон, представители авиагавани поздравили экипаж воздушного судна с этим событием. То, что юбилейным оказался самолет, летевший из Тюмени, символично. В аэропорту Сургута вспомнили, что 51 год назад, в далеком 1971-м, именно рейс из областной столицы стал первым приземлившимся в обновленной авиагавани нашего города. Для экипажа новость стала сюрпризом. О том, что их борт 10-тысячный с начала года, они узнали уже на земле от сотрудников аэроузла. Была приятная поездка такая. И, в принципе, было хорошей такой неожиданностью узнать, что это был 10-тысячный рейс в аэропорт города Сургут. Мы очень довольны, так как Сургут еще является базовым аэропортом для нашей авиакомпании, и мы сюда часто очень летаем. По времени, час 30, час 50, сложности никаких нету. Один из самых комфортных рейсов для пассажиров. За 10 месяцев года воздушными воротами нашего города воспользовались 1 млн 617 тысяч человек. В последние две с небольшим недели аэропорт Сургута работает в формате зимнего расписания. Часть рейсов авиакомпании убрали в связи с низким спросом. По некоторым маршрутам сокращена периодичность. Вместе с тем, сегодня из нашего города можно улететь по 35 направлениям, причем не только в России, но и за границу. Полеты выполняют 16 авиакомпаний. Львиная доля всего пассажиропотока принадлежит базовому перевозчику Югры ЮТЕЙР. Ранее сообщалось, что с 3 декабря откроется навигация из Сургута в Дубай, а на этой неделе первый самолет отправится в Казахстан. Авиакомпания планирует и дальше вносить весомый вклад в транспортное развитие Сургута. Для этого добавляем частоты уже имеющимся рейсам и открываем новые маршруты. Например, 18 ноября впервые полетим из Сургута в Алматы. Школьники Сургутского района из отдаленных поселений побывали в Останкино и Сколково. Поездка стала наградой за победу в конкурсе социальной рекламы «РЭК». На суд комиссии представили 10 роликов на различные темы, которые волнуют подростков. Это доброе отношение к окружающим, дружба, принятие себя и другие. В состязании участвовали ребята из Рускинской, Локосова, Угута и Высокого мыса. Ролики оценивали по нескольким критериям, в числе которых идея, раскрытие темы, построение кадра. Отмечу, что средства на реализацию проекта организация получила, выиграв грант главы Сургутского района в размере 500 тысяч рублей. Как подчеркнула начальник службы молодежной политики муниципалитета, поездку в Сколково и Останкино для школьников организовали для того, чтобы ребята могли ближе познакомиться с передовыми технологиями, которые сегодня используют по всей стране для создания медиа-контента. Мы себе не можем позволить не гнаться за этими технологиями, поэтому мы всегда пытаемся быть на шаг впереди для того, чтобы наша молодежь была в топе, была очень активна. И, безусловно, мы делаем все для того, чтобы ребятам было комфортно реализовывать свои творческие способности даже в сфере медиа. Представляем вашему вниманию жилой комплекс «Белые ночи». «Белые ночи» расположились на Мелик-Карамово, одной из уютных улиц Сургута. Развитая инфраструктура района, парк геологов, кафедральный собор преображения Господня способны сделать проживание в вашей новой квартире самым комфортным. А еще в жилом комплексе «Белые ночи» отличное дворовое пространство со спортивными и детскими площадками. Подробности по телефону в Сургуте 765-708. Телеплюс. Провайдер то его города. Радио Энерджи. Международное радио для продвинутых молодых людей. Нас слушают модные, стильные потребители качественной музыки. Радио Энерджи. Это европейское качество. Проекты с участием мировых звезд жоу-бизнеса. Авторитетный радио-бренд. Утреннее шоу с черным перцем. Свободные от политики новости на любые темы. Танцевальное шоу мирового масштаба. Горячая тридцатка каждую неделю. Розыгрыши призов в эфире и большие турниры офлайн. Выбери. Радио Энерджи. Энерджи. Спасибо за внимание. Новости и интервью. Развлекательные программы. Объективно о работе правительства и жителях Сургута, Югры. На Рутюб-канале ОМедиа. Сургут-24. Подпишись. Будь с нами в центре событий. Рутюб-канал ОМедиа. Сургут-24. 16+. Сургут-24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова